Не революционер ты. Нет, не революционер. Я могу, да, я могу написать. Я могу вот про фитнесы, например, я уже прям серьезно задумалась, что придумать какую-нибудь программу именно спортивную, которая будет для мам с детьми в слинге, да, которая будет там комплекс упражнений, разработать фитнес. Приседания с дополнительными, там, четырьмя килограммами. Да, с отягощением, конечно. Вот, какие-то фитнесы должны быть. Было бы очень клево, если были специальные фитнесы для мам, где понимали, так сказать, как устроена мама, ее процесс, там, жизненный день и так далее, да, какие у нее сейчас потребности, что ребенок есть, что кто-то может этого ребенка не присмотреть, ну хорошо, но поддержать на какое-то время, квалифицированные бы люди были. Было бы здорово, мне кажется. Но пока таких нет у нас. Будем создавать. Ну да, опять же, вот мы-то озвучили, да, а вось кому-нибудь эта идея приклеится, да. Финальный на сегодня блок видеосюжетов о детях. Цыганка. Прям-таки. Все-таки танцы живота. Красава, да, да. Никто не танцует столько танцев живота, сколько в нашей стране. Никто. Ну да. Пожалуй. Даже в тех странах, где это придумано. Отлично. А вот зеркало, кстати, забавляет детей в очень каком-то ограниченном возрасте, мне кажется. То есть они сначала вот, да, смотрят, дрыгаются, строят рожицы, потом зеркало напрочь выпадает из их жизни, а потом они возвращаются к нему уже, в общем, как взрослые люди, для того, чтобы посмотреться и понять, что там с лицом. Ну, в общем, да, наверное. Алло, пусти меня. С одной стороны, с другой стороны, я вот вспоминаю, что мой пятилетний сын редко упускает случай посмотреть, как он выглядит зеркало. Весь в отца? Наверное, да. Мальчики и девочки. Ужасный, ненавистный всеми детский праздник. Наверное, это мы с ним только вдвоем. Вот культура все-таки, шорты и колботки. Потом мы удивляемся, почему люди ходят в костюмах. И в белых носках. И в сандалиях. Точно, да, совершенно верно. Девочки-то у девочек-то все нормально, между прочим. У девочек хорошо, отлично, да. Вот мальчики какие-то выглядят всегда... Да, шортики и бабочка. Ну, не знаю. Ну, что, ну, праздник святой. Родители пришли, посмотрели за то, что их ребенок что-то умеет. Ну, не знаю. Так, что это? Папа, куда вы несете? А сейчас наша Ксюша встанет на табуреточку и споет. Так, аплодисменты. Ксюшенька, будешь петь? Ой, я не знаю. Давай, давай, продолжай, продолжай. По счастью, мы не слышим, что там происходит. По папиному лицу. Нет, по-моему, папа. А, групповое, а ранее, судя по всему. Как вот в Финляндии есть хор вопящих мужчин, да, или где-то там в Швеции, где-то в северной в какой-то стране. Ну, это вообще непонятно. Тут, видимо, вот такое вот групповое, семейное. Красота же. Класс. Причем это было 10 лет назад. Хорошо. Завершение нашей сегодняшней программы. Может быть, кратенькое воззвание к народу, к обществу, к миру? Ну, хотелось бы, чтобы в первую очередь было много мест, куда можно пойти с ребенком. Где детям будет интересно. Вот не родителям будет интересно, а детям. Вот. И не знаю, но, может быть, было бы здорово, если бы люди все-таки как-то стали в нашей стране, да, иначе относиться к маме с ребенком, к маме с маленьким ребенком, к беременным женщинам. Потому что мы-то, ладно, мы-то такие энергичные, мы пробьемся. Но есть же не очень энергичные такие, которые застенчивые. Ну, да. Согласен. Вообще, главное, чтобы дети были здоровы. Все. На самом деле, да. Вот это важно. Ну, я надеюсь, что вот этой вот наивной, в легком жанре телепередачи мы все-таки внесли какую-то скромненькую крошечную лепточку в изменение вот этой вот прискорбной тенденции. Ну, возможно. Так, в любом случае, я искренне желаю тебе, чтобы на твоем пути всегда был зеленый свет, были открытые двери, не было очередей, были свободные места в метро. Спасибо. Вот. Всегда было много свободных касс в супермаркетах, и на всех лестницах лежали пандусы. Отлично. Вот. И множество галантных мужчин, которые бы открывали дверь перед тобой с коляской. Вау. Спасибо. Спасибо большое, спасибо, что пришла. Спасибо, что пригласил. О, сколько нам препонов жутких готовит материнство срок. Уважаемые мужчины, а также бабушки, дедушки и все те, у кого уже взрослые дети. Оглядитесь вокруг себя и увидьте множество беременных и молодых мам с колясками, которым нужно всячески уступать, перетаскивать, помогать и переносить. А попутно не забывайте снимать видео о своих детях и присылать все это дело к нам в программу «Штаны на лямках». Счастливо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!